Приветствую, дорогие друзья! Наливаем полные чарки, приготавливаемся к очередному сериалу. Ну а почему бы и нет? После анонса сольника про Джона Сноу, фанатское сообщество ожидаемо наводилось теориями и слухами. Кто-то заранее пророчит сериалу судьбы Игры Престолов, а кто-то ожидает весьма амбициозный проект, который, наконец, закроет часть сюжетных дырок, арок, бессердечно брошенных, да, на произвол судьбы. Ну и первое, что привлекает внимание, это закономерный вопрос, над которыми ломали голову. Куда Драга унес Дайнерис и закончилась ли на этом ее история? Учитывая, что это был конец сериала, вроде бы очевидно, что да. Однако давайте не будем забывать золотое правило произведений Джорджа Мартина. Если не показали категоричную смерть персонажа и его тела после, вообще не факт, что он погиб. Так что теория о том, что Дракон унес свою мамочку на Эсос к жересам Владыки Света, все еще имеет право на существование. К тому же служители Красного Бога неоднократно доказывали, что в отличие от Семерых и Утонувшего Бога, их божество все же обладает какой-то силой, способной влиять на мир Семи Королев. Вспомнить хотя бы Беррика Дондориона, который неоднократно воскрешал Тороса из мира, да и самого Джона Сноу, который не один день пролежал на столе, пока усилиями Мелисандры не вернулся к жизни. Так что, почему бы Дайнерис и не воскреснуть на радость поклонникам? Технически, как мы видим, препятствий для этого нет. Правда, я вот решительно не могу придумать ни одной причины ей это делать, просто потому, что ее история как раз-таки завершена, но не будем категорично отвергать этот вариант. Итак, на момент окончания Игры Престолов Джон Сноу уходит за стену с горсткой одичалок. Думаю, что вряд ли события в сериале начнутся сразу, и даже самая популярная идея с его дальнейшими походами по ледяным пустошам кажется немного скучной, что ли. Да, мир Игры Престолов огромен, и за стеной осталось огромное количество неисследованных территорий, но давайте честно. Че там делать целый сезон? Мне видится более интересный вариант сопряженной сюжетной линии белых ходоков. Ну, во-первых, мы так ничего и не поняли, зачем они приходили в Истрос, какая их цель, чего они хотели добиться, что они вообще творили и так далее. Романтическая история о том, что они такой ордой тащились, чтобы порешать одного трехглазого ворона, конечно, неплохая, но вовсю сквозит недоработками. У Марсина в книгах мотивация белых ходоков полностью пока еще и вообще-то не раскрыта. К тому же до сих пор не ясно, зачем Королю Ночи были нужны младенцы, и каким образом эти малюточки такие прекрасненькие потом вырастали, если вырастали вообще, ну, в полноценных, здоровенных ходоков. Короче, вопросов целый буран. И вот если Джону Сноу выпадает честь размотать тот клубок, я буду крайне доволен. Отсюда вытекает и следующая теория. Мол, Джон Сноу теперь вообще бессмертный прям. А события будут происходить спустя пару столетий после битвы за королевскую гавань. На основании этого предположения строить какие-то догадки о сюжете вообще бессмысленно. Кто его знает, что произошло за эти годы? Может, глобальное потепление и вовсе превратило Север в цветущие луга? Хотя, с другой стороны, такой временной разрыв может сгладить неприятные ощущения от финала Игры Престолов. И вроде как-то дело прошлое, а это совсем другая история. В целом, я не поддерживаю теорию с возвращением Дайнерис и походами Сноу за стеной. А вот идея о бессмертном Сноу, который может стать новым королем ночи и новым противником с трехглазым вороном. Предыдущий прожил очень много жизней, так что и Брант вполне может остаться в живых через пару столетий. Выглядит, в общем, очень заманчиво. На этом фоне можно и сюжетные дыры с прошлого сериала прикрыть, и историю флэшбэками показать. Да и вообще, нравится мне в сети мистические и загадочные. Но ведь именно за это мы любим фэнтези, так ведь? А вы думаете, как развернуться события в спин-оффе Игры Престолов? Давайте пишем в комментарии. Будет интересно это узнать, почитать. Ну а на этом всё как бы. До встречи. А встретимся очень скоро, поэтому не скучайте, мои малюточки. Пейте! Эй! И всё будет хорошо.